Продолжение следует... Продолжение следует... Программы HELP. Мы о ней рассказываем каждый год уже много лет подряд. На этих курсах мы их рассказываем не только на этих курсах, но и на многочисленных мероприятиях, которые мы проводим. Продолжение следует... 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 Буду улыбаться, вам сняла маску. Да. Продолжение следует... Итак, HELP... Мы все... HELP... Помощь... HELP это помощь... HELP это аббревиатура, да, в первую очередь. Это Human Rights Education for Legal Professionals. Это первые четыре буквы, да, и это программа обучения в области прав человека для представителей юридических специальностей. Целью программы является укрепление нашего национального потенциала, да, потенциала юридических профессионалов в России, потенциала правоприменителей, тех юристов, кто работает с правом каждый день. В первую очередь это судьи, это прокуроры, это следователи, ну и вся широкая юридическая аудитория, к которой, думаю, большинство из нас к ней относимся. Вообще, от чего такая идея возникла? Почему вдруг появилась такая программа, что это означает и как это самое главное соотносится вообще со всей деятельностью Совета Европы и ЕСПЧ? Вот знаете, мне нравится такой образ Совета Европы, его понимать. Это как будто бы как государство, да, Совет Европы. Вот Совет Европы — это межправительственная организация, и он работает со всеми государственными органами внутри страны. Так вот, если на Совет Европы посмотреть как на государство, и с точки зрения принципа разделения властей, мы можем с вами увидеть, что это будет законодательная власть, это парламентская ассамблея, это будет исполнительная власть, это совет, ну, в первую очередь, безусловно, это комитет министров и сам Совет Европы, да, и это судебная власть, и это суд ЕСПЧ. И если вы Совет Европы вот таким образом себе представляете, тогда вам гораздо легче как бы в эту картинку, в этот зонтик внести вот различные элементы, да, различные направления деятельности Совета Европы и понять, как это все соотносится. Соотносится следующим образом. Есть конвенция, да, и это самое главное, это первый такой огромный столб, самое большое, что есть у Совета Европы, это конвенция о правах человека. От конвенции о правах человека, это не только ЕСПЧ, кто работает с конвенцией о правах человека. На конвенции о правах человека строится абсолютно вся деятельность, как парламентской ассамблеи, так и комитета министров Совета Европы, так и, например, комиссара, да, по правам человека, который мы образно можем сравнить с, допустим, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, так и, например, Конгресс региональных властей. Конгресс региональных властей, это тоже уставной орган Совета Европы, который мы можем сравнить с региональными органами в государстве, да. И вот абсолютно все вот эти вот ветви власти, все, да, но в широком смысле мы возвращаемся к Макиавелле. Законодательная, судебная, исполнительная власть, они все основываются на конвенции. Дальше есть, как вот мы только что сказали, дальше есть достаточно много органов, которые в этой конвенции работают. И по всем направлениям Совет Европы работает, применяя эту конвенцию. То есть с конвенцией работают, как мы сказали, и суд, с конвенцией работают профильные комитеты Совета Европы, комитет министров, с конвенцией работают, в том числе, парламентская ассамблея. И конвенцию применяют в широком смысле абсолютно все люди, кто так или иначе работает с правом. А как мы знаем, с правом работают очень много государственных служащих, да, которые каждый день это право применяют. И вот поскольку сегодня у нас такая была чудесная сессия с утра с Анатолием Ивановичем, который от потопа, да, начал от того, как конвенция создавалась, какой путь она пришла для того, чтобы мы сейчас с вами могли вот так вот сидеть и обсуждать, какой у нас права человека в спорте, ты даже не представишь просто, да, насколько это интересно и насколько это развивается, и насколько на самом деле это относится к жизни каждого из нас. Вот, и вот, знаете, вот таких вот отраслей, в которых вот права человека, как права человека в спорте, настолько специфическая история, но ты в ней начинаешь разбираться с юридической точки зрения, это очень интересно, да, как это вообще устроено, может быть, это к жизни каждого из нас не относится, может быть, это относится только вот к жизни Анны Кузьменко, например, сейчас, да, может быть, мы профессионально каждый с этим не связаны, но как юристы мы, безусловно, это очень интересно, да, все эти механизмы структуры, как все это работает. И вот по всем направлениям деятельности, связанным с реализацией положения Конвенции о правах человека, накопился за все вот эти годы существования такой колоссальный объем материала, который сводится не только, и, может быть, даже не столько к правоприменительной практике, да, непосредственно к решениям ЕСПЧ, а относится, ну, вообще вот к жизни просто вот каждого из нас, потому что Совет Европы работает абсолютно по всем профильным направлениям, по которым работают министерства в любом государстве участники. И вот в определенный момент в Комитете министров задались вопросом о том, а как все-таки это сделать так, чтобы вот эту практику и вот этот вот подход, да, структуру работы, как сделать так, чтобы ее донести до людей, кто непосредственно с этим каждый день работает. А кто эти люди, кто с этим работает? Это те люди, кто применяет право каждый день на местах, да, это те люди, это те государственные служащие или это те юристы, которые каждый день так или иначе применяют конвенцию, даже если они не знают, что они применяют конвенцию, они ее все равно применяют на самом деле. И вот в 2004 году, извините за такое длинное вступление, но как бы без этого мне иногда просто сложно прийти к тем частностям, к которым мы с вами придем. В 2004 году была первая рекомендация Комитета министров, которая закрепила обязательства государства обеспечить возможность соответствующего образования по конвенции судебной практики суда в рамках учебных курсов для получения в университетах дипломов, а также в рамках непрерывного обучения судей, прокуроров, адвокатов, что не что иное, как это мы с вами сегодня, это курсы повышения квалификации, да, то есть не что иное, рекомендации Комитетов министров 2004 года относятся прямо к нам с вами сегодня. В 2019 году это был такой звездный час программы HELP. Я очень хорошо помню, как начальница нашего отдела HELP, Ева Пострана, большое-большое-большое написала имейл о том, что в рекомендации Комитета министров программа HELP была непосредственно включена как одно из приоритетных направлений работы государства в области повышения квалификации госслужащих, в области повышения квалификации судей в первую очередь, потому что HELP создавался в первую очередь как такое очень быстрое подручное пособие для судей, да, вот чтобы раз посмотрел, и этот такой очень маленький, очень конкретный вопрос, но на него было сразу комплексное системное решение, да, которое соответствовало бы положению Европейской комменции о правах человека. И вот в 2019 году вот такое пришло документальное подтверждение значимости программы HELP, ну и плюс за это время, с 2004 по 2019, знаете, это как от малого бизнеса до среднего, HELP, он превратился из такого маленького индивидуального предпринимателя, он превратился сначала в малый бизнес, и сейчас мы, наверное, на стадии среднего бизнеса, наверное, еще небольшой, но тем не менее это большой путь, вот мы над этим очень много работаем, у HELP совсем небольшая команда, но объем работы колоссальный. Значит, что такое HELP как структурно? HELP состоит, в принципе, из трех основных элементов. Самое первое – это платформы, это онлайн-платформы, HELP – это всегда онлайн, да, HELP – это дистанционные курсы онлайн, и это платформа, о которой вам очень подробно расскажет моя коллега Ирина, Ирина – это руководитель программы HELP в России в московском офисе, позже будете общаться с ней и много, что очень приятно. HELP работает по определенной методологии, то есть это не просто какая-то отдельно взятая «сейчас мы вот так сделали, потом мы вот так сделали», нет, абсолютно любое действие, оно согласуется с тем, как эта программа построена, почему она так построена, эта программа работает так во всех 47 государствах, она работает абсолютно одинаково, и, конечно, как и конвенция, применяется одинаково, но везде есть свои особенности, то, конечно, нельзя сравнить дословно и детально, как HELP будет работать в Турции, или он будет работать в Финляндии, или он работает в России, но HELP работает одинаково во всех этих странах по определенной методологии. И дальше самое главное – это люди, самое главное – это люди, и нет ничего больше, чем радость человеческого общения, и этот год нам подтвердил, что действительно нет ничего больше, чем радость человеческого общения, и мы вот безумно рады быть в первой командировке с февраля, и всех вас видеть вот так лично, и иметь возможность, пусть и на дистанции, сколько сегодня об этом говорили, но все равно вас видеть, видеть ваши глаза, чувствовать вашу энергию, и отвечать вам взаимностью. Так что люди – это, наверное, самое основное, что из этих трех элементов HELP имеет значение. Так выглядит платформа. Я не знаю, насколько вы уже все получали или нет инструкции о том, как зарегистрироваться. Я знаю, здесь в зале сидит очень много знакомых, почти родных глаз, которые уже давно с этой платформой знакомы, поэтому я уверена, что многие из вас уже прекрасно знают, что такое платформа HELP. Если нет, вы узнаете об этом в ближайшие 2-3 дня. На платформе содержится определенный каталог онлайн-курсов. Еще раз подчеркиваю, HELP – это всегда онлайн. На сегодня у нас есть 36 курсов по разным тематикам. Тематики… Здесь вот 32. Вот, извините, не успела вчера обновить, но сейчас 4 следующим слайдом пойдут. Вот тематики, они совершенно разные, они очень прицельные. То есть HELP – это, знаете, это не такое вот какое-то фундаментальное общее образование. HELP – это, возвращаясь к истокам и к рекомендации комитета министров о том, вообще для чего это нужно было, HELP – это для тех юристов, кто уже непосредственно работает, кто уже состоялся, и кто уже прекрасно знает, что такое право, как это право применять, что такое конвенция, как эту конвенцию применять, и ему нужны дополнительные знания. То есть HELP – это всегда работа со взрослой аудиторией. У нас есть направление отдельной работы HELP в университетах, и большое спасибо МГИМО – это наш такой очень надежный, бессменный практический партнер, не единственный, но очень важный. Но, скажем так, студенты – это не целевая аудитория HELP. Целевая аудитория HELP – это готовые юридические кадры, это представители различных юридических специальностей. И еще раз повторю, в первую очередь – это судьи, прокуроры, следователи и правоприменители, представители государственных органов во всех министерствах, потому что, как известно, во всех министерствах есть юристы. Да, ну о том, какие, например, курсы просто так, чтобы на слух, может быть, немножко лучше воспринимается, да, то есть, например, это критерии приемлемости жалоб. Ну, в этом смысле, может быть, это больше не для госорганов, для адвокатов, но, тем не менее. Курсов очень много просто про интересные, да, например, противодействие торговли людьми. Вот прошлый год мы с Ириной здесь в Москве работали вот по этой теме тоже, например, это было очень интересно, такая очень специфическая тема, с которой мы начинали работать, и нам говорят, да нет, такой вообще проблемы нет, в России вообще не существует, у нас такой статьи нет, состава такого нет, вообще нет. А потом оказалось, за год работы оказалось, что вообще-то все есть, на самом деле просто статистика считается по-другому, и на самом деле это не преступление, а криминологическое явление, что означает сочетание различных преступлений и признаков различных преступлений в одном явлении, и оказывается, у нас есть, и оказывается, даже есть проблемы, и оказывается, об этом даже прекрасно известны генпрокуратуре, они в этом были очень и вовлечены, и заинтересованы, И нашим большим партнерам и союзникам по работе по этому курсу был Российский университет правосудия, два представителя которых тоже у нас бессменных и очень надежных сегодня сидят на нашей панели. И отдельно они вам расскажут об опыте работы с программой HELP уже со стороны российского правоприменителя и со стороны российских учебных заведений. И в апреле, например, онлайн мы должны были лететь в Питер, но не полетели, и мы все равно решили запустить, и мы запустили онлайн-курс по трудовым правам и трудовые права как права человека на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Каталог курсов очень большой, к чему я все это говорю, потому что курсы очень специфические, они всегда связаны так или иначе именно с тематикой прав человека. За вот этот вот такой вот какой-то безумный период вот этой пандемии, все онлайн, да, у нас сейчас все онлайн, и оказалось, что HELP, он вроде всегда был онлайн, но вдруг в марте оказалось, что HELP, это просто на нем вот сошел свет клином. И у нас работы было просто очень много, и очень много, потому что у нас очень маленький штат, а запрос вырос просто в разы, в неимоверные. Мы за 2-3 недели приобрели количество пользователей на платформе больше в несколько раз, чем мы приобретали за последние 2-3 года вместе взятые по всем странам. Вот, и одно из таких наших достижений, что мы сделали за вот эти полгода изоляции, это новый курс по введению в Конвенцию о правах человека и в Европейский суд по правам человека, как раз который вы будете проходить. И, конечно, это курс абсолютно базовый. То есть без того, чтобы пройти этот курс, другие курсы можно не проходить, потому что без того, чтобы увидеть зонтик о том, как это работает, как работает Конвенция, как работает суд, все другие курсы, они не будут иметь такого значения, они не будут иметь такой связи между собой, в том числе с тем, чтобы понять до конца, как это работает. Это было сделано за период изоляции, а для курсов повышения квалификации, об организации которых, в принципе, так, полноценно мы узнали 17 дней назад, мы очень сильно постарались, и у вас через 2 дня, я думаю, если еще нет, наверное, через 2 дня, вот к концу наших курсов, в среду к вечеру, уже будет загружена платформа «Новый курс», вот тот самый новый обновленный курс по введению в Конвенцию. В нем добавился один модуль по исполнению решений, потому что исполнение решений — это отдельное, очень важное, на самом деле, стратегическое, абсолютно стратегическое, ключевое направление в работе Совета Европы, потому что мы вот привыкли слышать ЕСПЧ, мы привыкли слышать постановления, мы привыкли слышать о том, исполняет Российская Федерация, не исполняет, как Михаил Львович говорил, вот его обижает, а меня тоже обижает, если говорят, что Российская Федерация не исполняет, потому что это неправда, потому что мы видим и слышим только о вот таком количестве минимальном дел, которые, может быть, по каким-то причинам затягивается исполнение, но мы ничего не знаем о сравнении. Например, в год это практически 8 тысяч дел каждый год, которые Российская Федерация исполняет, платит, работает без единого звука, без единого противодействия. И это такой повод, который, видимо, не очень интересно освещать в прессе, поэтому мы о нем не знаем. Но это так. И вот, как, знаете, думаешь, когда беременность и рождение ребенка, кажется, что сейчас все кончится, на самом деле все только начинается. Это точно так же с постановлением ЕСПЧ. Это не то, что все кончается, это только начинается, потому что с постановлением ЕСПЧ начинается процесс его исполнения, который в себя включает меры индивидуального характера и меры общего характера. И если мера индивидуального характера, это как раз быстрый, вот прямо сейчас результат, который человек может почувствовать, это могут быть деньги, компенсации или исправление какого-либо нарушения по конвенции, то меры общего характера, как раз которыми в том числе занимается комитет министров и следит за исполнением решений ЕСПЧ, меры общего характера, они имеют очень глубокий эффект на всю законодательную систему, на всю судебную практику государства. И это как раз те меры, которые в итоге вот этими маленькими шажками, каждым решением они укрепляют национальные средства правовой защиты. И мы вот очень часто говорим, что ведь, я сейчас скажу фамилию, это абсолютно просто она фамилия, Петров, просто потому что мы с вами в России, это очень частая фамилия. И мы привыкли переводить Петров против Российской Федерации. Вообще это не против, это латынь, это versus, а versus это напротив, да, это как иск гражданский, это к, то есть это будет Петров к Российской Федерации, это не против. Но вот эта вот лексическая вот такая вот маленькая особенность, Петров против Российской Федерации, он как будто сразу настраивает напротив, что это не против, а на самом деле это за, потому что это каждое решение ЕСПЧ, которое он выносит, это за Российскую Федерацию, потому что с каждым решением ЕСПЧ и с каждым найденным нарушением впоследствии при исполнении этого решения, первое с устранением, точнее с реализацией меры индивидуального характера, второе с мерами общего характера, это каждое решение закладывает кирпичик в национальную правовую систему, это каждое решение укрепляет национальные средства правовой защиты. Поэтому, ну, мне нравится говорить Петров за Российскую Федерацию, но в принципе нравится как бы думать о том, что это вообще не за, не против, это вот как бы, знаете, совершенно какая-то другая категория, это просто напротив, это к, да, это вот так, это равнозначно, это состязание. Извините за долгие, да, это курсы. Это, да, извините, последний слайд сейчас, вот это тоже очень интересный специфический курс о правах человека в биомедицине. У нас в среду запланирована целая сессия, посвященная, ну, она в широком смысле будет посвящена вот этому нашему эпидемиологическому кризису, и она будет затрагивать в большой степени вопросы биоэтики. И, в частности, есть на платформе, есть курс по биоэтике, курс переведен на русский язык. Тоже Василиса нам, может быть, двумя словами обмолвится, как бы принимала непосредственно участие в создании и в переводе. Это новые курсы, которых еще нет у меня в каталоге, но которые вот-вот они в 2020 году, не только у меня, а на платформе, они в 2020 году должны появиться. Это права человека и защита окружающей среды. И у нас тоже будет отдельная, небольшая, но очень интересная сессия в среду. Это будет в первый раз, и это тоже очень показательно. Когда мы что-то первый раз делаем в МГИМО здесь на курсах, это означает, что эта тема, она вот-вот-вот-вот-вот, она уже горячая, она подходит, и пока о ней, может быть, немного говорят, но она будет. Это бизнес и права человека. Это защита журналистов, что тоже, на самом деле, отдельная тема, и она тоже очень специфическая. И, может быть, да, действительно, мы не каждый по этой теме будем работать, или, может быть, нам действительно она профессионально не близка, но с точки зрения юридической техники, с точки зрения ценности того, как бы, что эти конвенции и что эти подходы приносят, это очень интересно. Буквально два слова о том. Очень часто нам тоже задают вопрос, ну а как, вот как эти курсы появляются, вот почему такие темы. Темы приходят от государств. Это всегда государство, участник Совета Европы, кто запрашивает курс по определенной теме. То есть это никогда не Совет Европы выходит в свои инициативы, а инициатива всегда идет от государства. Создается рабочая группа на базе Совета Европы, состоящая из экспертов и Совета Европы, и Европейского суда по правам человека, и национальных, и международных экспертов различных. Такая группа работает минимум около года для создания вот этого модельного курса по определенной тематике. Модельный курс создается всегда на английском языке. И как только он создается, он отливается на платформу в электронном виде, и он доступен на английском языке. Дальше, что происходит с курсом, с жизнью любого курса? Дальше, опять же, от государств, участников приходит запрос на национальную адаптацию этого курса. Национальная адаптация включает в себя два этапа. Первое – это перевод, это дословный перевод. И вот этот дословный перевод, когда вы выходите на платформу, вы выйдете на платформу, вы увидите курс, и там дальше идут все маленькие языки. Вот тот язык, который вы открываете, и непосредственно сам курс, который вы заходите, это дословный перевод модельного курса с английского языка. Она любой язык государства-участника. А вторая часть национальной адаптации, она уже сводится к насыщению вот этого уже переведенного курса национальной практикой и непосредственно тем материалом, который имеет отношение к именно этой юрисдикции, к той юрисдикции, в которой этот курс переводится, имплементируется, и где он запускается, то есть где он имеет свое такое продолжение жизни. И здесь обязательно нужно сказать, что вот есть модельный курс, это такой, знаете, как учебник. Модельный курс – это учебник Совета Европы по вот этой теме. А дальше вот эти вот национальные адаптации, они очень сильно варьируются. Они варьируются как от страны, потому что понятно, что как в Финляндии, это будет по-другому в Италии, это будет по-другому в Турции, это будет по-другому на Украине. И точно так же дальше внутри у судей должен быть один фокус, у прокуроров другой, у следователей третий, у адвокатов четвертый. И поэтому у нас очень часто бывает так, что у нас есть несколько национальных адаптаций на один курс с тем фокусом или с теми элементами, которые необходимы в работе каждой категории государственных служащих, с которыми мы работаем. Я опять же повторюсь, эта методология HELP работает во всех 47 странах, это относится ко всем, ко всем, ко всем странам. Поэтому, может быть, в России у нас нет такого разнообразия национальных адаптаций, но в рамках 47 стран у нас этих адаптаций очень много, я думаю, их порядка 300 на все 36 курсов, которые на сегодня есть. И после того, как проводится эта национальная адаптация, она, как правило, проводится специфически под определенную группу уже участников государственных служащих, которые по этому курсу будут проходить обучение. Набирается группа государственных служащих, это тоже не делает Совет Европы, это делает государство, это может быть, например, Российский университет правосудия, и тогда у нас группа судей, это может быть университет прокуратуры, и тогда это прокуроры, это может быть ФПА, и тогда это адвокаты, это может быть учебное заведение, и тогда это может быть смесь всего, то есть всех государственных служащих, которые учебное заведение может пройти. И вот в этом смысле, например, ваша группа, у вас очень большая группа, обычно это 20-25 человек, но в этом смысле у нас такое исключение. Ваша группа — это вот такой классический пример, вот такой вот смешанной группы государственных служащих, собранных на базе МГИМО в рамках курсов повышения квалификации, и вот ваша часть, ваша работа по курсу HELPS национальной адаптации будет как раз вот таким вот наглядным примером того, как запускается группа по определенному курсу. После того, как человек проходит обучение в рамках группы или в рамках самостоятельного обучения, сейчас мы до этого дойдем, выдается определенное свидетельство, сертификат о том, что этот курс пройден, и тоже вот это такая, ну даже не знаю, особенность или эпоха такая, не знаю, почему-то всем нужны сертификаты, как-то вот резко, прям вот несколько лет, последних 10-12 сертификаты, это прям вот какой-то сертификат, и вот HELPS выдает сертификаты. И у нас очень давно была проблема, поскольку есть два способа обучения. Первый способ – это самостоятельное обучение, то есть вот абсолютно любой человек может зайти на платформу HELPS, неважно где, нам просто нужен стабильный интернет, зарегистрироваться на платформе и самостоятельно пройти этот курс. И вот это самостоятельный вид обучения. И второй – это, как мы только что сказали, это группа, это национальная адаптация, и тогда этот курс проходит под руководством определенного модератора, тьютера, тренера, как хотите переводить слово, как вам больше нравится. И к чему я все это говорю? К сертификатам, к тому, что у нас была достаточно много лет такая проблема. Люди заходили на платформу, проходили курс самостоятельно, но не было никакого подтверждения, что они этот курс прошли. А сертификаты мы выдавали только для участников, которые проходили это в группах. Так вот, это просто тоже, почему я так на этом заостряю внимание, потому что это тоже результат работы нашей команды в вот этот период пандемии. Теперь каждый курс на платформе, на любом языке, на каком бы вы ни прошли, если вы его проходите самостоятельно, вы можете точно так же самостоятельно нажать кнопочку «Download Statement of Accomplishment». Это свидетельство о прохождении курса на платформе, и это абсолютно официальный документ, который вам выдает платформа. Таким образом, вы можете получить как бы дополнительную квалификацию и тот самый сертификат, подтверждение электронное или бумажное тому, что вы этот курс прошли. Когда группа проходит обучение с тренером, тьютером, модератором, когда это проходит в рамках национальной адаптации, программа выдает сертификат, и вы как раз получите сертификат, такой полноценный сертификат HELP. Это уже заканчиваю совсем. Последний я, ну не то, что украду, вот тоже это начальница наша любит это все время повторять. HELP за эту пандемию, он стал таким Нетфликсом Совета Европы, то есть его хотят все, его знают все, там эти курсы выкладывают на платформу, все-все. И вот вы можете увидеть, что вот за 2020 год, вот в 2019 в июне у нас было еще 36 тысяч пользователей, а в 2020, и это, кстати сказать, не самые последние цифры, я вчера смотрела, было уже больше 78 тысяч пользователей. Мы за полгода 2020 года взлетели в два раза с учетом того, что до этого статистика велась аж с 2011 года. Вот, в общем, это на самом деле большой успех и действительно большая честь в этой команде работать. Это небольшая статистическая информация, просто по странам. Сразу оговорюсь, когда вы будете регистрироваться, если вы еще не зарегистрированы, пожалуйста, укажите, что вы регистрируетесь в Российской Федерации, потому что все, кто не указывает, автоматически попадают во Францию. И поэтому в Франции, не потому что это такое количество пользователей, так им нравится HELP, а потому что Страсбург находится во Франции, и много людей, кто просто, допустим, там работает, или мы все время с этим HELP работаем, регистрируйтесь, регистрируйтесь. Пожалуйста, укажите Российскую Федерацию, и у нас будет плюс 200 к Российской Федерации, что тоже статистика, вы знаете, она очень важна. Вот, я, извините за, я думала, немножко быстрее получится, но вот забрала еще немножко вашего времени. Я передаю слово Екатерине Горбатовой, Министерству иностранных дел, наш огромный помощник и вдохновитель, и вообще, на самом деле, Министерству, без которого, в принципе, наша вся эта деятельность и работа была бы невозможной. Спасибо большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Отношение с Советом Европы – это немножко, ну, такой, не совсем, может быть, правильный термин, потому что мы часть Совета Европы, мы члены Совета Европы, более того, мы даже главные плательщики в Совете Европы. Но мы так говорим, когда для этого сугубоусловная формулировка, просто для того, чтобы показать, как развиваются наши отношения с организацией, какие аспекты они имеют. И, в общем, ну, в значительной степени такой подход помогает нам какие-то вещи проанализировать, о чем-то рассказать более подробно. И также с программой HELP. Вообще, мы отношения с Советом Европы, взаимодействие с Советом Европы очень ценим, много над этим работаем, и, должно сказать, что в следующем году у нас будет 25 лет, 28 февраля, с момента нашего вступления в Совет Европы. Это важная дата, опять же, не для каких-то суперторжеств, а для того, чтобы проанализировать, посмотреть, подумать, что можно сделать лучше, больше, что совершенно справедливо и к отраслевому сотрудничеству. Отраслевое сотрудничество мы поддерживаем, опять же, при наличии заинтересованности с российской стороны, профильных структур с российской стороны. И всячески стараемся, чтобы оно было взаимовыгодным, взаимополезным. Имеет оно две стороны. С одной стороны, оно поддерживает, стабилизирует наши отношения с Советом Европы. Это важный стабилизирующий фактор, потому что, должна вам напомнить, что когда у нас были проблемы, о которых все знают, была открыта программа по правам женщин в поддержку нашей национальной стратегии в интересах женщин. И вот, несмотря на все проблемы, она была открыта. Вот, пожалуйста, роль отраслевого сотрудничества. И тоже можно сказать о программе HELP. Программа HELP длится уже достаточно давно. И мы видим, что она вызывает большой интерес нашего профильного сообщества, юридического сообщества. И, в общем, мероприятия идут. Она устойчива, она себя оправдывает. Ну, будем надеяться, что она продолжится и дальше. Единственный момент. Я хотела бы сказать, что, видите ли, наши пожелания на будущее, они всегда те же самые, чтобы это было именно взаимовыгодное взаимодействие, без какого-либо навязывания, чтобы был равноправный, сбалансированный, конструктивный диалог. Надеемся, что это будет и дальше. И еще один момент, который я хотела бы отметить примитивно к программе HELP. Интересно то, что программа HELP привлекает внимание к разностороннему потенциалу Совета Европы. Потому что это тоже важно. Важно показать, что дает нам членство в Совете Европы, какая добавленная стоимость этого членства. И мне кажется, что роль программы HELP в этом плане тоже достаточно интересна. И стоит ли бы уделить этому внимание. Ну, и я надеюсь, что, опять же, повторяю, при наличии интереса со стороны наших профильных структур, ведомств, институтов, вузов, программа продолжится при, опять же, соблюдении вот тех пожеланий, о которых я только что сказала. Удачи. Спасибо. Сейчас передаем слово Ирине Виченко, нашему руководителю проекта HELP в Москве. Ира. Да, Наталья, спасибо большое. Наташа была очень подробна, поэтому я точно не займу много времени, буду краткой. Я, во-первых, хочу поблагодарить Тамару Викторовну, наверное, уже не с нами, скажу ей отдельно благодарность за возможность представить наш проект сегодня. Я благодарна Екатерине Эдуардовне и Министерству иностранных дел за их усилия и то, что проект реализуется в России, то, что третий этап проекта стал возможным. И я благодарна нашим партнерам, в особенности МГИМО и РГУПу, Российскому государственному университету правосудия, за то, что они всегда демонстрируют свою заинтересованность. И, опять же, делают проект возможным для реализации в Российской Федерации. И наша команда рассеяна сегодня по миру, поэтому я знаю, что многие нас слушают совсем в других часовых поясах. Благодаря каждому из вас это становится возможным. И как раз те курсы, которые мы предложим и надеемся предложить в рамках этого этапа, в рамках этой фазы проекта, они в том числе явились результатом упорного труда и работы наших коллег из Европейского суда по правам человека. Да, и благодаря этому, соответственно, обновленные версии появляются на платформе. А можно, пожалуйста, включить демонстрацию экрана? Да, так как Наталья, да, я еще раз повторюсь, уже подробно обо всем рассказала, я думаю, что я не буду вам еще раз подробно рассказывать о платформе. И вы познакомитесь со всем уже во время прохождения курса, но так как доступ к курсу и дополнительным материалам ограничен, и право получения совместного сертификата Совета Европы и Европейского учебного института МГИМО зарезервировано за слушателями настоящих курсов, то для включения в их число вам необходимо зарегистрироваться на платформе Help, если вы еще этого не сделали, инструкция по регистрации должна была быть вам отправлена. В случае, если нет, то обратитесь, пожалуйста, к организаторам или ко мне, или моя коллега Мария Беляк, она тоже с нами. И мы буквально в течение нескольких дней включим вас в список участников, и после этого вы, заходя на свою страницу, будете видеть вот такую эмблему курса, уже адаптированную специально под нас. Здесь я загружу для вас дополнительные материалы, это презентации спикеров, те, которые уже были продемонстрированы или будут продемонстрированы, вы сможете иметь доступ к этим материалам. А также дополнительные материалы, в том числе, например, статью Дэниела Ритикера, который сегодня выступал в секции, посвященной, в панельной дискуссии, посвященной спорту и правам человека. Если эти материалы будут вам интересны, то вы будете иметь к ним доступ. Впоследствии, заходя в курс и спускаясь ниже, вы увидите так называемые пакеты SCORM, это модули вводные, посвященные Европейской конвенции, Европейскому суду и исполнению. Заходя на каждый курс, вы будете иметь доступ к определенному объему материалов со ссылками на источники, на правовую базу суда Хьюдок, различные материалы. Помимо этого, будут загружены, что я считаю, огромным успехом Натали, команды HELP и Тамары Викторовны МГИМО, записанные специально для слушателей курса в прошлом году. Не в прошлом году, а в апреле 2020 года, три подробнейших лекции старших юристов суда Анны Степановой, Виктории Марадудиной и Елены Юркиной, которая тоже сегодня выступала. Это обзорные лекции по Европейской конвенции по правам человека, ее структуре, критериям приемлемости. Так как их презентовали юристы, то они сделаны с отсылками к каким-то внутренним правилам или какие-то инсайты такие. Юристы делятся своим мнением или своим видением того или иного процесса. Даже я, слушая их перед загрузкой, получила... Ну, в смысле, не даже я, а так как я часто слушаю что-то, посвященное Европейской конвенции, это, в принципе, ну, можно сказать, что сложно меня удивить уже, но мне было очень приятно их послушать, потому что очень систематизированная подробная информация, и мне кажется, это может служить хорошим инструментом для ознакомления с темой. Вот, наверное, я не буду больше вас, да, отнимать ваше время. Еще раз я благодарю тех, кто готов пройти курс, кто не готов сейчас или не хочет. Это не обязательно. И мой комментарий про Netflix, который мне очень понравилось, это сравнение, но у меня есть хороший комментарий, что Netflix стоит 599 рублей в России в месяц, а платформа Help абсолютно бесплатна. И это очень важно и выгодно ее отличает от любых других платформ, требующих подписки и ежемесячных плат. Так что всех рада еще раз приветствовать здесь на курсах, рада, что мы могли встретиться, имеем возможность встретиться, и всем успехов. Мы остаемся, я, Мария, Наталья, мы все остаемся доступны по почте, при необходимости иными способами для продолжения сотрудничества. Спасибо. Теперь, наверное, мы передаем слово Василисе Нишатаевой. Да, конечно, Василис. Церковь соблюдения дистанции. А я отсяду от тебя. Физической? Да. Можно я сниму тоже? Я отсяду, чтобы тебя не смущать. Добрый вечер уже, коллеги. Меня зовут Нишатаева Василиса, представитель Российского госуниверситета правосудия при Верховном суде Российской Федерации и представитель кафедры международного права нашего университета. Мне очень приятно, конечно, находиться в моем альмаматоре, МГИМО, и безумно приятно видеть всех Вас, потому что я, честно говоря, думала, что мы будем с Вами в онлайн-режиме общаться, как сейчас у нас, например, проходят курсы повышения квалификации судей в нашем родном университете, когда несчастные лекторы стоят у трибуны и разговаривают с белым экраном. Вы, наверное, обратили внимание на название нашей сессии, начало нового этапа. Действительно, мы с Вами находимся в самом начале нового этапа реализации программы HELP, третьего этапа. Я считаю, что мы абсолютно успешно прошли два предыдущих этапа, которые начались в 2015 году и завершились в 2019 году. Вы сами знаете, что это было очень политически неспокойное время, но тем не менее именно программа HELP показала, что вот такими небольшими точечными шагами мы можем внести очень большой вклад в международное сотрудничество. И такие площадки, как Совет Европы и иные международные организации, должны являться площадками для переговоров и для сотрудничества, и ни для чего иного. В начале любого пути, наверное, необходимо задумываться о конечной цели. Вот за годы участия в Совете Европы, и особенно за годы реализации программы HELP, я считаю, что у нас очень четко сформировалось единое видение этой цели. И оно очень простое. Это цель, реализация международного правового принципа защиты прав человека, которая едина как для национальных правоприменителей, так и для международного сообщества. Это то, что нас с вами объединяет. И вот этот кризис 2020 года, который, к сожалению, еще не закончился, он нам очень четко продемонстрировал, что человек — это главная ценность. Я вижу юристов-международников здесь в зале. Я думаю, они тоже согласятся, что сейчас очень интересная такая тенденция происходит в международном праве. Один из, скажем так, из столпов этой тенденции, один из моих любимых судей Международного суда ООН Антонио Триндат, который в каждом своем особом мнении, которое, как правило, превышает по количеству страниц и само решение Международного суда ООН, говорит о необходимости, даже он говорит не о необходимости, а уже как о свершившемся, простите, факте, о гуманизации международного права, когда все вопросы экологии, безопасности, медицины, все различные аспекты нашей с вами социальной жизни стоят под одним зонтиком прав человека и должны рассматриваться через эту призму. И, в общем, сегодня это происходит. Вы видите, что в международных судах, да и уже в наших судах тоже эта тенденция постепенно проявляется, и даже в некоторых госорганах. Например, Федеральная налоговая служба тоже иногда задается вопросом, что же такое вообще право на достойную жизнь, и некоторые дела, знаю, что пытаются рассматривать даже через такую призму интересную, абсолютно, казалось бы, несвойственную для национального правоприменителя. Это все входит в нашу жизнь, и мы здесь с вами, и наша программа как раз для того, чтобы это реализовать. Хочу процитировать Элеонору Рузвельт. Да, Элеонора Рузвельт не просто супруга Франклина Рузвельта, но и женщина, которая стояла у истока всеобщей декларации прав человека 1948 года. Это один из базовых и, в общем-то, первых документов, с чего началась кодификация и вообще формирование самой концепции защиты прав человека в международном праве. И выступая на Ген-ассамблее ООН, она задалась вопросом, где же начинаются эти самые всеобщие права человека? И сама же дала ответ. В маленьких местах, там, где мы с вами живем. Если мы их не найдем там, мы не найдем их нигде. И, безусловно, вот все вы, все мы, наше судейское сообщество, это те, кто стоят на страже вот этих наших маленьких мест, а Совет Европы стоит за нами, как региональная организация, которая тоже ближе по своей сути, по своей природе, чем универсальная организация, типа организация объединенных наций, к этим самым нашим маленьким местам. Я считаю, что, конечно, вот наша основная аудитория, на которую нацелен наш ВУЗ, это судейский корпус Российской Федерации, это те, кто стоят на вот этом первом рубеже в защите и в обеспечении исполнения обязательств государства перед нами с вами, перед человеком. Переходя к реализации такого, простите, долгого, тоже заразила меня Наталья, лирического отступления, хочу сказать, что наш университет, Российский госуниверситет правосудия, который достаточно молод, в отличие, например, от того прекрасного ВУЗа, в котором мы сейчас находимся, мы буквально недавно отметили 20-летие, мы, я считаю, очень являемся таким уникальным и, простите за выражение, бутиковой площадкой, поскольку мы, с одной стороны, нацелены в первую очередь на судейский корпус для цели повышения квалификации вновь назначаемых судей и уже опытных судей, аппаратов судов, а с другой стороны, мы проводим обучение студентов, которые в будущем очень многие приходят в ваши госструктуры, приходят в судебный корпус, и я считаю, это очень важно, чтобы создавалась вот эта правильная традиция судейского корпуса в Российской Федерации. И, конечно, когда мы начали реализовывать программы «Хелп», несмотря на то, что Наталья сказала, что все-таки основной целевой аудиторией является профессиональное сообщество, это действительно так, мы начали реализовывать эти программы судейским сообществом, но, безусловно, пользуемся возможностью бесплатности этих курсов и откатываем их на своих студентах, и, конечно, вы понимаете, что у молодого поколения, ну вы сами попробуйте, все поймете, это вызывает абсолютный восторг и абсолютно меняет их мировоззрение и картинку. С судьями тоже, признаюсь честно, несколько сложнее, потому что засадить их за компьютер пройти все эти программы, это все очень непросто, вы представляете, какая нагрузка у судейского корпуса, все-таки в традиционных условиях они приезжают к нам на повышение квалификации на достаточно продолжительное время, для того, чтобы оторвать их от постоянного своего судопроизводства, иначе их, конечно же, никто просто не отпустит на повышение квалификации. Но вот мы нашли, я считаю, достаточно приемлемые форматы в нашем сотрудничестве. Что касается непосредственно обучения, мы не идем путем многих европейских стран, например, Мальта, Исландия, которые либо полностью заменили свои программы повышения квалификации курсами HELP и перевели их полностью в онлайн-формат. Вы понимаете, что в условиях нашей страны это несколько сложно, с учетом специфики нагрузки это практически невозможно, поэтому мы стараемся имплементировать курсы HELP. Сегодня Оксана Валентиновна более подробно по конкретным вопросам продемонстрирует в нашей программе повышения квалификации. Помимо этого мы проводим, безусловно, диалоги судьи. Это, наверное, самый успешный, интересный формат для судей, потому что действительно они участвуют в диалоге с своими европейскими коллегами, проводим круглые столы по различным аспектам, конечно же, ориентируясь на тематику HELP, потому что вы видели, тематика абсолютно уникальная и очень актуальная. Что самое главное, что мы увидели за предыдущие два этапа, курсы HELP, они отвечают вашим запросам, они ориентируются на ваши запросы, то есть это не что-то, привнесенное вам, без возможности адаптировать, изменить. Нет, каждый курс, я вам просто покажу на примере биоэтики, мы стараемся адаптировать под потребности не то, что просто нашего российского сообщества, а под запросы каждой конкретной группы, для которой мы проводим повышение квалификации по данным курсам. Помимо этого, начали мы, конечно, с базового этапа. Многие преподаватели нашего университета, кто преподает, в том числе судейскому сообществу, прошли тренинги для тренеров HELP, изучили методологию, потому что вы увидите, сама методология, сама платформа, она абсолютно нетрадиционная, и нужно определенное время для того, чтобы в нее погрузиться. Кроме того, это тоже, наверное, вот Наташа меня поправит, если я не права, такая специфика российской действительности, мы все любим бумажный, печатный вариант что-то почитать, иметь свою какую-то методичку рядом, отметить, ну вот это какая-то наша классическая такая история, может быть, со временем нового поколения это поменяется, но вот это наши особенности. Оксана, в частности, Валентина, совместно с HELP, они сделали ряд таких подсобных материалов по тем или иным курсам, которые разрабатывались для нашего судейского корпуса, по доказательствам, по разумным срокам в уголовном гражданском процессе, и, конечно, в рамках любой аудитории они уходят просто на ура, не знаю, наверное, какие-то части из них доступны в рамках тех или иных курсов на самой платформе, поэтому надеюсь, что у вас тоже будет возможность с ними ознакомиться. Хотела вам сказать пару моментов про биоэтику, вот Наташа упомянула, ну, вас ждет целая сессия с главой департамента, который занимается вопросами биоэтики с представителями нашего Минздрава, но тема, безусловно, очень уникально и интересна, обязательно поприсутствуйте, послушайте, потому что вот сегодня Анатолий Иванович Ковлер говорил о поле усмотрения, margin of appreciation, вот это как раз та тема, которая очень четко демонстрирует тот принцип субсериарности, который заложен в конвенции, в последующих протоколах конвенции, потому что это такая очень тонкая и чувствительная тема биоэтика, что она включает? Она включает весь процесс от начала жизни до конца жизни, это рождение, это эмбрионы, суррогатное материнство, аборты, эвтаназия, биобанки, клонирование, всевозможные инфекционные болезни, в том числе туда входят ВИЧ-болезни и так далее. В общем, это очень такая широкая тема, в которой очень сложно найти консенсус, не то, что европейский, в одном государстве сложно найти консенсус. И вот в этом курсе очень четко видно, что из всех дел судьи идут, знаете, вот европейского суда по такому тонкому льду, балансируя, показывая вот тот минимальный стандарт, минимальные требования соблюдения прав человека и стараясь не вторгаться в эту чувствительную зону, например, вопрос абортов или клонирования, которые существуют в каждом государстве. Мы понимаем, что все это берет начало с Нюрнбергского процесса, с тех трагических событий, которые произошли во время Второй мировой войны, и эта тема не стала менее чувствительной сегодня, потому что никто из нас не хочет стать овечкой доли. Наверное, в целом, я вам рассказала все, потому что Оксана Валентиновна сейчас более подробно по точечным темам расскажет о нашем сотрудничестве. Благодарю вас за внимание. Давайте работать над гуманизацией международного права вместе. Добрый вечер, уважаемые коллеги! У меня сегодня выпала очень непростая, но в то же время очень приятная миссия завершать первый день сегодняшних курсов. Я несказанно этому рада, потому что я как раз один из тех лекторов, которые ведут занятия у судей, смотря в пустой экран компьютера. Мне очень приятно видеть много живых глаз и даже неравнодушных. Я постараюсь с ней занимать ваше время достаточно долго и хочу рассказать о том, как за пять лет работы в судейском сообществе программа HELP продвинулась, какие у нас есть результаты, которые мы можем осязать и которые мы не можем осязать, но которые, тем не менее, являются очень-очень важными. Сегодня много говорилось о том, что программа HELP – это про то, как получить знания, какие-то навыки, применение норм Европейской конвенции в своей профессиональной жизни. Но программа HELP – это далеко не только об этом. У нее очень такая серьезная, важная мировоззренческая миссия, потому что программа HELP – она помогает нам разрешить проблему конфликта мировоззрений, которая объективно существует между европейским мышлением, европейским правопониманием и правопониманием, правовсознанием тех судей, которые осуществляют правосудие, ну и, соответственно, других правоприменителей. То есть это не потому, что Россия какая-то там дикая отсталая страна, это процесс, который проходит совершенно все страны, просто западноевропейские страны, та же Великобритания, Франция, Германия, чуть раньше не преодолели этот процесс. В среднем он проходит где-то 30-40 лет. Мы знаем, что мы с Европейской конвенцией около 20 лет вместе, и мы как раз находимся где-то в середине этого пути. Я хочу сказать, по моим субъективным ощущениям и по объективной правоприменительной практике процесс этот идет достаточно хорошо. Если запускают в 2015 году программу «Хелп», мы очень часто видели и слышали отклики такого рода. Ну вот, европейский суд неужели не будет указывать нам, как нам осуществлять правосудие, что мы должны делать, ну вот поскольку Россия ратифицировала конвенцию, ну что, делать нечего, мы должны будем применять эти нормы, в общем-то, как-то нехотя. Вот за каких-то пять лет, достаточно быстро пролетевших, ситуация изменяется, и те, кто, в общем-то, глубже погружается, в том числе посредством программы «Хелп» в понимание, осознание прав человека, о том, как их применять, ну в частности в уголовном судопроизводстве, потому что я в силу своей специализации работаю с судьями по уголовным делам по всей стране, ситуация меняется, и мы слышим от судей, которые говорят, что европейский суд по правам человека, европейская конвенция и программа «Хелп» тянет вверх судебную систему, заставляет нас поднять голову от массы бумажных дел, от рутины, может где-то даже преодолеть профессиональную деформацию и совершенно по-другому посмотреть на какие-то вещи, которые очень и очень важны. Те суди, которые уже прошли определенные курсы «Хелп» по предыдущим этапам, они очень заинтересованы и ждут новых курсов, которые можно пройти. Работали мы не только с судьями, вот я лично, как эксперт, выступала при обучении группы, даже следователей в Краснодарском крае по одной из программ «Хелп», и тоже это оказалось на удивление благодатной аудитории, которая, в общем-то, весьма благоприятно восприняла обучение по этой программе. К сожалению, еще встречаются позиции очень высоких, в общем-то, генералов, силовых ведомств, погонах, которые говорят, ну это судьи могут применять конвенцию, у нас закон, закон и есть, применяем, нет, значит, не применяем. На самом деле, конечно же, это не так, и, в общем-то, та работа, которая идет по программе «Хелп» и сопутствующим программам, она приносит свои плоды. Я хочу привести пример на том курсе, который сейчас будет адаптироваться в рамках нового этапа, это курс по обоснованности и длительности содержания под стражей, применительно к Российской Федерации. Те, кто не первый год о наших курсах, знаете, наверное, мы уже выступали здесь с презентацией этого курса о том, что сначала в 2016 году были разработаны методические рекомендации для судей. С учетом практики Верховного суда, позиций Конституционного суда, решения Европейского суда по правам человека, мы получили массу откликов от судейского сообщества и вместе с Верховным судом, вместе с законодателем, который постепенно вносил изменения в закон, те, кто касается уголовного судопроизводства, безусловно, об этом знают, это и сокращение до минимума заключения под стражу предпринимателей, это изменения, которые вносятся в постановление Пленума Верховного суда о порядке применения мер пресечения, это появление новых мер пресечения, таких как запрет определенных действий, потом мы выпустили новые методические рекомендации, еще более практически ориентированные с образцами судебных решений, и очень приятно, что эти рекомендации были восприняты при подготовке постановления Пленума Верховного суда вот в июне месяце Верховный суд внес изменения в Пленум под стражей, в том числе с учетом тех материалов, которые были нами разработаны вместе с юристами Европейского суда по правам человека. И сейчас в рамках нового этапа программы HELP мы адаптируем курс по обоснованности и длительности содержания под стражей, по основаниям применения этой меры пресечения и альтернативным мерам пресечения, на которые есть огромный запрос у судейского сообщества, начиная от Чукотка, Хабаровск, Калининград, Вологда, Нижний Новгород, Татарстан, Санкт-Петербург, из многих регионов страны у нас есть запрос именно на этот курс и не только на этот. Как сегодня уже говорили, курсы они не падают с неба, они не рождаются ниоткуда, это те запросы, которые в общем-то приходят к нам из судейского сообщества. Еще один курс, который тоже будет адаптирован и который будет предложен правоприменителям, это обоснованность судебных решений по уголовным делам, потому что решения обоснованные и мотивированные, это непременные условия возможности обжалования и обеспечения права на справедливое судебное разбирательство. Также предполагается адаптация таких курсов, как защита прав потерпевших в уголовном судопроизводстве и предварительное расследование с позицией обеспечения права на справедливое судебное разбирательство. И в заключение я хотела бы сказать, что вот программа Help, она идет не сама по себе, как-то изолированно, а в рамках очень многих других проектов, о чем уже говорила Василиса. Во-первых, мы часто практикуем видеолекции юристов ЕСПЧ, которые, так как сегодня коллеги с нами выходили на связь из Страсбурга, выходят на связь с судьями, в режиме диалога, отвечают на многие их вопросы. Мы проводим конференции, круглые сталые методические рекомендации в совокупности с программой Help. Это позволяет в общем-то судям достаточно комфортно себя чувствовать, в общем-то меняя какие-то свои подходы. Уникальная совершенно возможность, буквально вчера я вернулась из Санкт-Петербурга, где в третьем касационном суде проходила большая конференция по проверке законности и обоснованности судебных решений, и получили мы запрос на обучение мировых судей по программам, которые предлагают Help. Совершенно уникальная возможность для людей, для судей, которые сидят в отдаленных концах страны, в небольших городках, в небольших поселках, получить образование, получить возможность повысить квалификацию от Совета Европы, получить возможность по-другому взглянуть на привычные вещи, ну и, соответственно, получить сертификат и это то, в общем-то, что очень важно и что по капельке, по капельке, потихонечку меняет, в общем-то, их правопонимание и приводит нашу судебную правоохранительную систему, в общем-то, ближе к идеалам прав человека. Благодарю вас за внимание. Мы, наверное, на этом будем заканчивать наш первый день. Завтра в 10 утра все, у кого есть допуск быть здесь в очном, мы вас всех будем ждать. И сегодня всем желаем хорошего вечера и до завтра.